привет народ короче насыпил махнушку на всякий случай на микрофон видео видно видно она все время норовит отвалиться короче как-то сделали не так не очень в общем распаковка турника три в одном в общем он же турник он же брусья помните да как москва слезам не верит он же бога он же ваша в общем смотрим короче почему и как я докатился до такой жизни перехватила у меня спина я вам сейчас скажу 27 декабря ну чтобы вы понимали давайте с предыстории начнем вот 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 такой вот небольшой то есть вот мой автомобиль вот мой автомобиль и дай сантафе и она вот эта машинка намного выше чем вот эта машинка супруги на получилось так что мы поехали в больницу илюху нужно было повезти в больницу взять справку ну что мы уже идем в садик и не болеем типа взять справку нужно было и мы поехали в больницу на маминой машине но в общем коронавирус это вся история я говорю супруге иди сама займи очередь пожалуйста а когда уже очередь подойдет я илюху тебе раз и туда принесу чуть чуть ниже вот так илюха говорю тебе раз и принесу в общем так и получилось она пошла заняла очередь доходит до него чеки она не звонит руслан давай наша очередь подошла я открываю дверь илюха только хлоп и все и стал то есть как бы я привык уже его вытаскивать на одном уровне организм мышцы все построилось потому что каждый раз одинаково его беру а тут чуть чуть ниже поняли я хлоп 15 килограмм или 16 килограмм и все это расчет и диск вот здесь вот вот прям такой вот вот весь позвоночник нормальный а здесь вот так вот прям вот так горбом вылистал и все дикая боль не справляется то есть я обычно прихожу домой если есть такая проблема беру бутылку воды от минералки ровную знаете они есть типа кока-колы там всякие вот 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 с такими всякими узорами я беру ровную плоскую бутылку кока-колы то есть круглая цилиндр выливаю воду с нее кока-колы ну поняли минералки выливаю с нее воду или выпиваю набираю полную 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 полного под завистку набираю в下 али в холодильник она при охлаждении понимает и отдать его сжимается и получается там ну крышечку еще можно долить беру крышечку еще сверху доливают вода почти замерзшая такая знаете холодная холод учаток беру крышечку еще долего его рао id знайте есть такое понятие эффект поверхностного натяжения. То есть воду можно налить в бутылку с горкой с такой. Вот прям с горбочком с таким я наливаю вот с крышечки из-под крана и горбочек такой прям воды, но она не вытекает, она не сдерживается вот, а прям с горбиком стоит. И вот с этим горбиком я накручиваю крышку резкой. Получается, что у меня там нет воздуха вообще. То есть как ни поворачивай, как ни крути бутылку, даже капельки воздуха там нет. Вот она вся полная прям. Ложу эту бутылку на пол, под поясницу и туда-сюда. То есть у меня бутылка катается вот от шеи и до поясницы. От шеи и катаюсь вот так вот ногами туда-сюда, туда-сюда. Щелк, диск встал на место. Обычно, но не в этот раз. В этот раз катался, 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 не встает на место. Ну думаю за пару раз встанет. Второй раз, третий раз, четвертый раз, ничего. Болит. И вот горб такой вот он у меня здесь был. И был он у меня до вчерашнего дня. То есть я шуток о ней делал. Я на вытяжке. Я на турнике, чтобы вы понимали, две минуты вот с моим весом, 122 килограмма, я на турнике две минуты вешу. Понимаете, да? Я с людьми это, помните, предлагаю. Говорю, провестишь на турнике 100 гривен твоих. Я сам у себя бы сейчас выиграл. Две минуты я на турнике 120 килограмм держу. Но не встает он на место и все. Короче, я шуток о ней пробовал. Массажи там, всякие разные там. Я могу вправить там. Короче, человек там хрусь-хрусь. А дальше я говорю, ну а вот это. А я этот не могу, я не знаю как. Короче, дали мне. Подписчик дал телефон. Говорит, классный врач, мануальщик. Там бомба в Херсоне. Езжай, он тебя сделает. Я приехал, он посмотрел. Слушай, я такое вообще прививижу. Не хочу, короче. Я боюсь, чтобы не навредить. Короче, не-не-не, братан, извини. Езжай, делай МРТ там, короче. Потом приедешь с МРТ. Будем смотреть. То ли мы тебя будем в больницу на месяца два ложить на вытяжку. Там груза привязывать к ногам. Там, ну поняли, да? То ли езжай в хмельник, в общем, на санаторий. Где тебя в бассейне растягивать будут. В общем, говорю, все, спасибо, я вас понял. До свидания. Зря приехал я в Херсон. По дороге, пока мы едем с Херсона, я говорю жене, ну поищи мне в Николаеве. Я пост в Инстаграме выложил, что вот так и так. Вот лежу уже две недели с больной спиной, не стою вообще. Ну, как бы встаю, но вот, когда я лежу, оно не болит. Только я встаю, начинаю ходить, у меня левую ногу подкашивают. Короче, у меня было перекосило вот так вот. Я ходил вот реально вот так вот уже. Поняли, да? Вот так вот я ходил. Перекосило на левую ногу. Седальничный нерв передавило. И я ходил. Вот реально вот моя походка. Я выглядел вот так вот. То есть ровно я не мог встать. Я ходил вот так вот. В Инстаграме девушка, женщина, наверное, женщина, да? Подписчица. Спасибо огромное. Написала, что Руслан в Николаеве, такой-то, такой-то врач, клиника такая-то. Езжай, он тебя хрусь-хрусь на место поставит и поедешь. Я как-то вот, ну, так, знаете, отнесся. Думаю, так, очередной шарлатан. Сейчас приеду, разведут, короче, деньги возьмут. Ничего не хрустнет, потому что, ну, никто не может вправить. Вот все, к кому я обращался, там, давай массаж сделаем. Я говорю, ну, давай. Разбил она всю спину, вся спина, все никак. Говорю, ну, а горб-то остался. Ну, вдави его на место. Я знаю, что если бы я поехал в Москву, допустим, там есть дядька, который с кулака это все вставляет на место, то он бы вставил. А эти не могут. Я даже если бы я сам себя на кушетку мог положить, подойти, вот, ага, вот он. Бам! И я бы его поставил на место. А люди боятся. Говорят, я боюсь, я сейчас хлопну на кресло, раз, инвалидно, и все. Говорят, и мне потом что с тобой делать? Всю жизнь элементы блоки, типа. Или как это называется там, в общем. Короче, поехал я в Николаев, по дороге с Херсона мы едем. Позвонил я в клинику, говорю, здравствуйте, здравствуйте. А такой-то доктор принимает вас? Да. А когда? Говорит, после обеда. Говорит, после обеда во сколько? Он в часу. Мы в 12 в Херсоне. Я говорю, окей. А скажите, пожалуйста, можно ли к нему на прием? Говорит, ну, приезжайте, там по записи есть люди. Просто там на запись выделяется 15-20 минут. А у некоторых он там зашел хруст-хруст 2 минуты и ушел. Ну, поняли, да? Поток быстрее, чем запись идет. Говорит, возможно, где-то втиснетесь и как бы в коридорчике посидите, подождете. И между теми, кто по записи, зайдете и примет вас. Доктор, я приезжаю. Видео на канале, давайте вот в уголочке будет, да? Я приезжаю, покажи. Говорит, ну, как бы, чтобы ты понимал, что это не патология. У многих людей, вот, я сколько лет работаю, он там говорил, практика. Говорит, у многих людей такая проблема, и это не патология. То есть люди с этим живут, ходят. Я говорю, я понимаю, если бы это не болело, и если бы этого не было, там, ну, 2 недели назад, допустим, грубо говоря, или 2 месяца назад уже, 2 месяца я уже с этой историей хожу, почти 3. Говорю, раньше что-то этого не было. Я же-то знаю свой позвоночник, свою спину, как бы, у меня проблема была с грыжей, говорю, 7 лет назад. Я ездил в Херсон, в эту же клинику рядышком, делал МРТ и все остальное. Он посмотрел, говорит, давай, ложись. Прохрустел мне, поняли, да? Просто прохрустел грудной отдел, и потом на скруточку. Только хлоп-хлоп. Причем на скрутку. Я сейчас эту процедуру могу сам делать. Я не мог на нее додуматься, как сделать. То есть, он на скрутку мне не просто скрутил, а скрутил с растяжкой. Понимаете? Вот так вот скрутил. Каким образом? Он руку вставил мне, вот я здесь руки держал, замок, а он руку вставил сюда, и не просто меня скрутил, а скрутил и вытянул плечо вверх. Только щелк, в другую сторону щелк, я встал, горб в 2 раза меньше. Я приехал домой, у меня горбец еще был. Я опять сделал себе вот, как это называется, доска Мирама или подушка. Короче, сделал себе вот эту подушку и на ней лежал. И моя ошибка в чем, я теперь уже понял, что я лежал на голой доске. То есть, не подкладывал туда никакую ветошь, полотенце, еще что-то. И как бы вот из-за этого у меня воспалился диск. Почему? Потому что на голую доску, я думаю, на голой доске быстрее он его вдалит. Ну, как бы давление будет, не будет прогибаться там какая-то, знаете, полотенце сложенное в трое-четверо. Не будет прогибаться и, в общем, быстрее я вставлю позвоночник на место. Не надо было этого делать. Ребята, у кого вот такая проблема, ложите для начала полотенце. Когда вы на полотенце полежите там 3-4 дня, позвоночник уже примет правильную форму, да, вот этот вот естественный лордоз, тогда можно ложиться просто на доску, без подкладки. Я же с первого дня ложился, он болит дико, я лежу 15 минут, я не могу потом встать, пошевелить. То есть, у меня реально ноги отнимаются, я вот 15 минут лежу и встать потом не могу. Вот я потом уже понял, что вот это вот, как бы, вот у меня там шкура, прям, знаете, такой, как мозоль на спине, вот на этом диске. Он говорит, да что ты такой, я говорю, так и так лежал. Он говорит, ну что ты, подкладку подложил, и мягче будет. Я такой, да я думал, типа, жестче, быстрее, чтобы, он говорит, зря. Такие вещи быстро не нужно делать. И опять же, я тебе сейчас хрустну, и следующий прием не через 2 дня, не через 3, а через 10 дней. Неделя 7, 8, 9, 10, вот так вот, не раньше. Нет смысла, то есть, надо, чтобы там у тебя воспаление, отечность, у тебя сейчас там неправильно мышцы стояли, они были спазмированы. Сейчас их нужно расслабить, снять отек с них, и потом еще раз поставить на место, и все. Я уже, вот, после того приехал домой, 2 раза полежал на этой доске, 2 раза хрустнул себе, причем, сейчас я могу себя хрустеть, на скрутку ложусь, и не так делаю, а руку вверх закидываю до упора. У меня щелкает каждый раз. Щелк, щелк, в одну сторону, в другую я встаю, все, нема у меня этого горба уже, короче. Но, на всякий случай, еще до того, я заказал себе вот эту историю. Почему? Потому что хочу не висеть на турнике, поняли, вот таким образом. Я понял, что у меня из-за этого, что здесь диск неправильно стоит, плюс постоянное натяжение, из-за этого у меня начало болеть плечо. Посоветовался с одним массажистом, он говорит, трусик, возможно, сделай себе, или приходи к нам вот в тренажерку, там есть такой, знаете, вот, типа, вот такой тренажер, что тут подушки под руками, ручки, вот, раз, и естественный вес твой будет тянуть твой позвоночник вниз и расстанет. В общем, заказал я себе эту штуку, и я хотел сделать. Посмотрел, думаю, да что там делать, и, слушайте, ну, 2-3 часа, и я это все сделаю сам. Но, потом посмотрел, что сварка, болгарка, грипсы нужно покупать, крепление нужно делать. И сижу вот этой же женой, завтракаем с утра, и говорю, нужно сделать турник, потому что, говорю, ну, позвоночник, все, а ездить куда-то там в качалок, пусть сейчас коронавирус этот, ездить в тренажерку, чтобы просто повисеть, понимаете, да, на вот этих брусьях там, или на вот этом, как он, типа под брусья турничок этот. Ну, не вариант вообще, как бы, не хочу я принести домой эту заразу, чтобы родные поболели, да и сам, как бы, ну, не хочется под кислородную эту ложиться. Посмотрел, и только поговорил женой, что нужно сделать будет. Говорю, надо сейчас будет загуглить, сколько стоит грипсы, потому что, ну, я на турнике вешу, ну, вот, смотрите, у меня мозоли, вот тут пальцы, срезаю я прям потом шкуру, потому что, ну, как бы, 2 минуты вешу, у меня вот здесь кусок, вот он, не знаю, видно будет, не видно, кусок шкуры прям топорчится, и вот так вот выстрою. Я потом беру маникюрные ножнички и срезаю эти куски прям, вот, вот видно, наверное, да? Вот видно, да? Кусок прям, прям ножничками срезаю, потому что шкура, ну, вес 122 килограмма все-таки. Поговорил я с женой, что надо сделать, думаю, сейчас поеду, посчитаю, сколько профиля надо, все, на металлобазу поеду и сварю, вот, вот кривой, вот так, косой, с больной спиной, открываю фейсбук мне сразу, ребята, гугл, фейсбук работают, я вам говорю, реклама, сразу, бам, турник для растяжки позвоночника, там, тра-та-та, три в одном, я такой смотрю, 1080 гривен, плюс там скидки какие-то у них, я, пум, грипсы купить, посмотрел, что грипсы, сварка, время, гораздо проще заказать и не морожить себе голову, 1080 гривен, нажал оформить заказ, мне перезвонил менеджер, говорю, так и так, так и так, он уже спросил, под какие задачи, какой вес, что хотите делать, говорю, ну, как бы 120 килограмм, 122, говорю, он говорит, ну, я бы вам тогда не советовал этот 1080, он стоит, он там, ну, послабее чуть-чуть, как бы, он не сломается, он вас выдержит, он по 250 килограмм рассчитан, ну, так выглядеть будет хлипковато, то есть, когда, если будете подтягиваться, он будет чуть-чуть, знаете, играть, будет так немножко со стороны, это, ну, видно, что играет, а, говорит, вот этот чуть-чуть подороже, и плюс у него там, говорит, крепление вот такое, то есть, не просто два уха, а, ну, красивое крепление, и мы вам сделаем скидочку, плюс, и будет нормально за 1800, он получается там что-то 1900, по-моему, и 10% скидка, короче, 1800, типа, мы вам отдадим, я говорю, ну, ладно, давайте, что, 1800, 1800, думаю, и плюс, тут у меня где-то должно быть два крепления, говорю, ребята, сделайте мне одно крепление большое, а второе маленькое, если не забыли, то, я думаю, не положили, то есть, вот это здоровое, на котором будет турник висеть, а маленькое, просто два вот этих уха, вот этих вот, где-то ухо, просто потолком где-то поставлю, чтобы я вот, когда он мне не нужно, его под потолок раз повесил, и он мне не мешает, все, нужно, я его снял, повесил на крепежку, позанимался себе, оп, опять, и вы туда. Короче, турник, делаем раскрывашку, нож в кармане, да, он руками висит, ну, вы поняли. Короче, вот так вот, смотрите, бородатый мужичок, давайте я вам как-то на фоне покажу. Вот, вот, бородатый дядь, не видно, не? Давайте я на свет, на свет покажу, бородатый, качает такой. В общем, я переживаю за то, чтобы эта вся история мне выдержала. Тройка металл, тройка же, да? Ну-ка, штаны-летчик есть у нас где-то. Штаны-летчик есть у нас, оп-пачки. Сколько, сколько? Не, 4 мм, наверное, все, четверка выдержит. Тройка, да, мне было бы что-то, как-то не очень уверен был бы я, что он мне выдержит, 3 мм, четверочка выдержит. В общем, поехали дальше. Это спинка, это спинка. Короче, турник пришел еще в пятницу. Да, в пятницу или когда? Позавчера еще турник пришел, сегодня воскресенье, да, в пятницу. Но курьер привез, его уже темно было, я уже не хотел по темноте вот это, идти в стравашку делать. Потом в субботу, или в четверг, не в четверг, наверное, что он не пришел, в четверг, что он не пришел еще. Я не хотел по темноте его уже идти смотреть даже. А в пятницу мы поехали как раз на то, что это самое, скажите. Ездили мы, поехали в Херсон, ну а походу попал я в Николаю. Короче, у кого болит спина, смотрите видос. Если вы, ну, Херсон, Николаев рядышком живет, это дядька действительно молочный. Знает свое дело, знает что, где, как, куда. А не так, что я же говорю, что я к первому приехал, он такой, ой, а как это, а что это? Говорит, я такого вообще впервые вижу. В моей практике такого не было. Я думаю, вот это когда попал, я реально сам, знаете, испугался? Ну дядька, ну как бы мужик взрослый, ну старше меня явно. И такой, говорит, не, я типа такой вообще впервые вижу в моей практике, типа я что, ну, и я вижу, что он испугался. Знаете, такой, не, 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 я не возьму. Мне аж там, бум-бум-бум-бум-бум-бум, мотор, думаю, вот это, да, вот это я вляпался. Ну, прикинь, такой, ерунды человек не видел. И сколько лет работает. А, и что теперь, и как, не, он говорит, я не знаю, иди давай сначала. Хотя бы МРТ сделать, посмотрю снимки и так далее. Потом будем решать. Я реально сам испугался? Вы что, думаю, вот это да. Ну, короче, не, видите, все равно, все нормально. Второй дядька говорит, все четенько, не переживай, сейчас сделаем. Так что. У меня фото и ножом, это все, покорябый. Краска порошковая, наверное. То есть не облезет, не слезет, не чуть-чуть. Вот именно про эту вещь я говорил, что вот этой штуки мне не хватает. Я посмотрел, сколько грипсов только стоит, то оно выходит, как бы оно недешево. Даже я смотрел велосипедные обычные грипсы, помню, да? Не поролончиковые такие, а резиновые. Просто, что, ну, спортивных таких вот грипсов я вообще не нашел. Вот, смотрите, вот эта штука, вот, в руку взял, чикс, взял, вот, к стеночке, оп, и повис. Все, ноги висят, тянет, все четенько. А здесь, смотрите, какие грипсы. Прям вот, вот прям нормальные. То есть тут реально грипсы классные, шикарные. Я смотрел велосипедные грипсы, потому что я, ну, как бы, я, я, я даже не понял, как они называются, каких искать. А просто без вот этих штук, я вам говорю, верь, пальцы, раз в неделю, а то и два раза в неделю я пальцы обрезаю, потому что на турнику еще. Ну, и плюс, виталька, он говорит, что Русик, у тебя, возможно, вот эта штука, плечо, сустав вытягивается, потому что вес большой. Большой вес, много висишь на турнике, и вот, возможно, вот эта история у тебя в плечо именно по этой причине и болит. Поэтому, говорит, меняй тренажер, говорит, если не мать, и потому вот, вот, у нас типа стоит. Вот в зале, или как это называется, тренажерный зал. Говорит, приходите, пока к нам висит. Я говорю, нет, ну, бегать к вам каждый раз, когда спина болит, надо растяжку сделать. Это ж не вариант, надо такой иметь дома. О, так. Так, 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 аккуратно. Так, ну, и последнее. Тут даже не видите, как крепежные элементы, все, шурупы, которые нужны для крепежа, все в комплекте. То есть вообще ни с чем не нужно заморачиваться. Короче, народ, это у меня самая дорогая, я же говорю, версия. Есть версии подешевле. Я сразу смотрел, тысячу, тысячу восемьдесят минус скидка. Что-то там, самое, самое дешевое, по-моему, девятьсот восемьдесят гривен получается. Короче, давайте я вот пока разбираю, вот тут я вам покажу, что у ребят есть в наличии. Потому что я выбирал сразу, знаете, как, самую дешевую, лишь бы вот эти резинки были, думаю, чтобы руки не это самое. А труба в такой цвет покрашена, мне все равно. В принципе, выбирал самую дешевую, там не только в краске делай, там еще и в толщине стенки делай. То есть возьмите, здесь все покрепче. Как бы если вы даете, что улезы, то как бы я вам посоветую взять подороже, там стеночка чуть-чуть подолще. Если там обычно выдерживают двести пятьдесят килограмм, то этот, короче, там еще больше. Так. И вот так вот. Ну и цвет желтенький тоже классный. Хотя оранжевый, понимаете, да? Получше еще. Ну и желтый тоже ничего. Да, грибсы шикарные, конечно. Смотрите, грибсы какие. Прям супер под пальцы. Все. Резинки. Они как бы ой-ой-ой, не дешевые. Я же говорю, что я смотрел на это самое. Наверное, грибсы велосипедные качественные, то они стоят как половину вот этого турника. Так, 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 так. Так, так, так. Качество сварки нам сразу оцениваем. Удовлетворительное. Так, ящик. Ящики я не выбрасываю, он им еще понадобится. Но у него чего-то потом сложно. Сварочные швы. Все четенько. Полуавтоматом видно варили. Потому что нема вот этого шлака, болгарки. Все четко, красиво. Вот так вот это выглядит. Ну и грибсы супер просто. Так, дальше поехали. И вот так вот. Все, народ. Турничок наш собран. Турничок наш собран. И теперь нам осталось его закрепить. Ага, я теперь, наверное, догадался, зачем эта штука тут. Для ремней. Так нормально. В принципе, да. Ремни знаете, да, для чего? То есть, если вы хотите больше двух минут провещать на подруке, цепляете ремни, хлоп, и, пожалуйста, руки держат. Так, в принципе, у нас есть здесь еще вот такие вот анкерные как их называют? Дюбеля, не дюбеля. Чтобы ими закрепиться. Но! Но! Вопрос в том, что я не знаю, куда его закрепить. Либо на улице закрепить его, либо же дома. Слушайте, ну, я, если честно, думал на улице закрепить. Вот пришел турник, и мне что-то жалко его. Прям он так неплохо смотрится. Я думал, будет, знаете, более такая топорная работа. А он прям-таки смотрится прям неплохо. Там жалко на улице вешать. Хотя, ну, я понимаю, что большую часть летом я буду проводить дня на улице. Но, с другой стороны, начало дня и конец перед сном. То есть, утром проснулся на турничок, вечером перед сном тоже на турничок растянулся. И лег спатоньки. В общем, наверное, все-таки мы пойдем эту штуку вешать дома. То есть, вот, к стенке вот так вот решается она. Поняли вы, да? Либо же на брусьях вы можете отжиматься или протягиваться, как это называется. Либо же переворачиваем тогда турничок, и у вас получается вот так вот. Он вешит уже. Вот так вот можно цепляться узким хватом, широким хватом. В общем, спинка, видите, да? Под вас подстраивается. В принципе, жалко мне его на улице вешать. Прям сделан так добротно, качественно, что прям жалко. Ладно, народ, поехали, наверное, поставим эту штуку дома. Поставим эту штуку дома. Поехали. Короче, народ, вешаем турничок. Вот пока на два анкера его закрепил. Раз, два. Ну, и попробовал, попробовал на него и оповиснуть. Видите, да? Он что не держит? И здесь то же самое. Не держит. Почему не держит? Потому что слишком большой рычаг здесь получается. То есть, я бы вот этот, вот это отверстие пересверил выше, ну, не прям в стык, в стык, знаете, а вот чтоб головка стала. То есть, буквально 2-3 миллиметра сверху его сделал бы. И тогда бы все держалось нормально. Ну, а так вот так вот получилось. То есть, что я сейчас сделаю? Я снимаю все вот эту историю. Щиток этот. Вытачиваю шайбы. Резиновой кияночкой мы сейчас подогнем назад эти рога. И шайбу вытащу прям, чтобы она упиралась торцом вверх. Тогда, понимаете, вот это вот зуб этот, этот рог, как его назвать еще? Кронштейн этот будет упираться непосредственно в шайбу такую 5-миллиметровую вытащу, покрашиваю тоже черной краской и сюда поставлю. Ну, а бока торцовую потом. Так что, так что как-то так. Вот так вот. Ну, пока на 2-х, сейчас буду дальше сверлиться. Сейчас сначала я вытащу шайбу, а потом уже все остальное рассверлюсь и поставлю. Ну, а так, в принципе, торничок по качеству сходится. Единственное, что говорю, что и перенести вот верхнее отверстие в будущем желательно. Потому что, ну, если большой вес у человека, то будет гнуться в любом случае. А выше, если, то будет прижимать хорошо. Этот кронштейн. Так что вот, на головку, прямо вот, чтобы сюда можно было его вкрутить вот так вот. Чтобы головка стала и было бы замечательно. Так что, как-то так. В общем, подснял вам на телефончик кусочек. За камерой идти неохота. Вот так вот выглядит торничок. Ну, уже меня держит. Ну, видите, отгибается чуть-чуть. Сейчас мы это все поправим быстренько. Токарный станок есть, черная краска есть, поэтому вообще даже ничего не будет видно. Короче, народ, 15 минут работы за токарным станком и клыки мы укрепили с помощью вот такой 6-ти миллиметровой шайбы. Вот так. Давайте попробуем показать. Видите, да? То есть, теперь клык упирается вот сюда, в торец шайбы. С той стороны точно так же. И не прогибается даже под моим весом. Людмила, ну иди, подержи, пожалуйста, камеру. В общем, в общем, в общем. На вот такой вот высоте я поставил пыльничок, чтобы я до него не доставал. Видите, да? Даже прыгает и все держится. Ну, позвоночник уже хрустел. Я только что, прям перед этим вылез на него проверял. То есть, без проблем, абсолютно. Можно прыгать, можно подтягиваться, но сейчас не буду, потому что кузов уже вылезает. В общем, положение номер раз. Ремни идут в комплекте, если кому нужно. Положение номер два. Это турник для супруги похрустеть спину, потому что она туда не достанет. Ну, и Люху тоже легче здесь поднимать. У меня турничок вот здесь еще. То есть, Люху у меня здесь подтягивался. Сейчас будет здесь. И тут, чем хорошо, что труба луже, ему легче цепляться ручками. Параллельный хват, широкий, узкий, пожалуйста. Ну, и третье положение. Вот так вот. Раз. И получается у нас брусья, пожалуйста. Либо же, пожалуйста, вот так вот можно сделать. Оп. Оп. И, пожалуйста, поднимайте ноги там. И все остальное, спина болит еще чуть-чуть. Поэтому особо прыгать не буду. Желательно не спрыгивать, так как я делаю. В принципе, вот такой вот турничок. Есть еще, надо пойти найти, где они там лежат. Вот такие штучки. Сукно, шинель. Короче, войлочные вот такие штуки есть. Вот сюда они проклеиваются. Поняли, да? Чтобы не металл в металл одевать. А вот на эти штуки сутно. В принципе, вот такой вот турничок, народ. Я же вырешу. Я выбрал себе самый дорогой, потому что квадрат потолще чуть-чуть брал. А так вообще стоят они от 900 гривен. То есть, можно выбрать. Ссылка будет в описании. Ну, и позвонил я с ребятами, договорился. Говорю, ребята, давайте я вам видео сделаю. Типа рекламки такой небольшой. И вы моим подписчикам давайте какую-то скидку по промокоду схема. Они подумали-подумали, говорят, 10% устроят. Говорю, 15% будет лучше. 15% это мы уже будем в пролете. А 10% можно делать. Так что по промокоду схема 10% на турничок пожалуйста. Пользуйтесь. Ну, и карабинчик. Кто-то вешает там в уши боксерскую, еще что-то. Кто-то какие-то резинки, знаете там, типа домашний тренажер, в принципе нормально. А форма некрасива. Я же говорю, что я планировал повесить его на улице. Когда увидел, передумал, потому что реально жалко. Сделано качественно, сделано хорошо. Порошковая красочка, держаться будет все нормально. У меня вам сегодня все. Пока-пока. Увидимся. Не болейте и держите спину в порядке. Потому что ой-ой-ой. Уже не мог. Горба моего вообще не мать. Он все залез, затащил его назад. Счастливо. .